100 миллиардов тенге из национального фонда. Беспрецедентная сумма на поддержку казахстанского бизнеса. Порядка 450 предприятий получили поддержку именно в обрабатывающей индустрии. Ставка в 6% со сроком кредитования до 10 лет. Беспрецедентные условия льготных государственных займов. Наша ставка получается по этим деньгам. Это 6%. При уровне инфляции 6,5%. Реально получается предприниматель получает кредит по нулевой ставке. Грамотный бизнес-план и курс на конкурентоспособность. Беспрецедентные возможности для предпринимателей. Конечно, это дает большой стимул для развития. То есть планы, которые мы намечали на перспективу, мы их осуществили намного раньше, получается, благодаря этой государственной поддержке. В этих цехах укращают мрамор. Режут, полируют, складывают его в красивую мозаику. В последнее время работы на заводе прибавилось. Это связано с расширением предприятия. Льготный кредит под 6% годовых позволил хозяйке мраморного производства построить большой склад, закупить новые станки и завести солидный объем сырья. Камень представлен со всего мира, со всех месторождений. В основном у нас Испания, Италия, Турция, Китай, Египет, Казахстан. С Казахстана есть у нас сырье. Если посмотреть на каждый камень, то каждый камень индивидуальный, у каждого своя история. То есть он имеет свой цвет, свои прожилки. К камню и работе над ним здесь относятся с любовью, а каждый заказ выполняют эксклюзивно. Этим и хотят взять клиентов. Сейчас на заводе работает около 100 человек. Заказы как частные, так и от строительных компаний. В планах участие в государственных проектах. Рационально было бы со стороны государства привлекать компаний, которые участвовали в государственных программах, для реализации проектов государственных. Наши ресурсы, наши производственные мощности позволяют нам участвовать в самых серьезных проектах. Серьезные задумки и у этого бизнесмена. На площади в 4000 квадратных метров он строит мясокомбинат. Совсем скоро на месте стропил, балок и железных конструкций появится немецкое оборудование для производства казахстанских колбасных изделий. В день здесь рассчитывают выпускать как минимум 10 тонн продукции. Все это было бы невозможным без 840 миллионов тенге. Именно такой займ от государства предприятие получило в прошлом году. И мы готовы еще бы взять один транс, чтобы расширить свое производство. Так что если дадут еще раз столько же, значит будем только расширяться. Вторая привлекательная часть это сроки предоставления этих кредитов. У нас для субъектов малого и среднего предпринимателя этот срок доходит до 10 лет. Естественно, тем дальше срок кредитования, это понятно, кредитная нагрузка на предпринимателя серьезно уменьшается. То есть он ежемесячно вынужден платить гораздо меньшие суммы. Эксперты провели сравнительный анализ кредитных программ, действующих в России и Сингапуре. И выяснили, что в этих странах сроки предоставления займов гораздо меньше. А реальная ставка, то есть разница между процентом и уровнем инфляции гораздо больше. В Казахстане, если 6% брать, ставку инфляции в среднем за 7-8, то у нас получается даже ниже уровня инфляции. Если брать 10-летний период, то эти деньги сильно обесцениваются и это получается почти бесплатные деньги. А в России там получается положительный сальдо, так же как и в Сингапуре. Поэтому у нас наиболее лучшие условия. Мы в этом бизнесе 10 лет уже. И вот именно за 10 лет мы первый раз получили такую большую поддержку, на которую нельзя было раньше рассчитывать. И я думаю сейчас, после такой поддержки, и отдача будет от нас больше. Впрочем, отдача уже есть. За год на новых объектах работу получили 4,5 тысячи человек. А в госказно начали поступать дополнительные налоги. В 2014 году за счет поддержки этих проектов было выплачено налогами в бюджет порядка 4,5 миллиарда тенге. Продукция была произведена на почти 50 миллиардов тенге. Очень важно отметить, что данные средства, они реинвестируются. То есть сейчас деньги банков возвращаются от заемщиков, погашаются кредиты, и эти деньги заново банками реинвестируются в новые проекты. Всего за прошлый год было профинансировано 437 проектов. Больше всего в пищевой промышленности. Производство неметаллической минеральной продукции на втором месте – 93 проекта. Кредиты также получили 64 предприятия тяжелой промышленности и 39 предприятий в химической отрасли. Почему это отрасли? Эти отрасли, они были отобраны, потому что мультипликативный эффект этих отраслей, по сравнению с другими отраслями, там те же самые торговля, транспорт, связь, скажем, гораздо выше. То есть каждый вложенный тенге кредитных средств в предприятия этих отраслей, они создают больше рабочих мест по сравнению с другими отраслями. Больше экономический эффект, больше вклад в внутренний продукт. По регионам по количеству выданных суд лидирует Астана. За ней следует Алматинская область, Южный Казахстан и город Алматы. Транш этого года, опять же, в размере 100 миллиардов тенге пойдет не только на поддержку малого и среднего бизнеса, но и крупного предпринимательства. Выдача первых кредитов уже началась. Предприниматель может обратиться в один из 13 банков-участников, которые участвуют непосредственно в этих программах, либо может получить консультацию на сайте, либо может получить консультацию непосредственно, придя в банк. То есть банк предоставляет полный пакет услуг, то есть оказывает консультацию, предоставляет перечень необходимых документов, которые необходимо собрать для получения кредита и также проверяет деятельность компаний на предмет соответствия приоритетам отрасли. Если у вас действительно хорошая бизнес-идея, ответственный и рациональный подход к делу и серьезные планы на будущее, то государство поддержит вас реальным кредитом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова